И подставлю суть мерилом и правду весами. И градом истребится убежище лжи, и воды потопят место укрывательства. Здесь как бы Исаия говорит о том, что в Сионе он ставит креугольный камень, который является суд, который является мерилом, и весами является правдой. Там написано, да, в стихе «Веса». 42, 1, 4. Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, к которому благоволит душа моя. «Положу дух мой на него, и возвестит народам суд. Не возопит и не высит голоса своего, и не даст услышать его на улицах. Трости надломлены и не переломят, и льна курящегося не угасит. Будет производить суд по истине. Не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова». Мы видим здесь, Исаия говорит об отроке, который получает дух Божий. Божий, да? В результате чего он приносит справедливость народам. И справедливость приходит через что? Что он утвердит суд. 61, 8. «Ибо я, Господь, люблю правосудие, ненавижу грабительство с насилием, и воздам награду им по истине, и завет вечный поставлю с ними». Он подчеркивает, что он любит правосудие и ненавидит грабительство с насилием. 56, 1. Здесь мы можем прочитать повеление Божие к народу. «Так говорит Господь, сохраняйте суд и делайте правду, ибо близко спасение мое и откровение правды моей». В общем, можем видеть, что идея Исаия, она говорит о том, что Бог является праведным судьей, да? И он этого же требует от своего народа, чтобы народ так же все совершал по правде его, Божьей правде, и судил по правде его. И что еще можем отметить себе, что через отрока своего, о котором здесь пишется в Исаии, да, он утвердит суд, да, и правосудие на земле. И сейчас мы рассмотрим, что вообще Исаия говорит об отрике Господнем. Вообще это очень интересная тема и одна из самых спорных тем. Во-первых, считается, что это одна из самых таких больших или значительных заслухих Исаии, что он в своей откровении, в своей книге, он пишет об отрике Яхве. А, это значительная заслуга Исаии. Одна из наиболее значительных заслуг Исаии. Нет, вопрос не в том, что нельзя было писать. Вопрос в том, что именно Исаия как бы описывает это. И да, это дает определенную, ну скажем, как мессианскую перспективу. Понимаете, да? И в результате чего, на самом деле, то есть, многие богословы писали труды, связанные с этой темой. Ну и это самая, как бы такая, можно сказать, спорная тема, потому что очень много несогласий было по этому поводу. Одни высказывали одни мысли, другие высказывали другие мысли, приводили доказательства и так далее. То есть, ну, скажем так, что эта тема, как бы, одна из самых увлекательных, больше всего описанных и больше всего не имеющих согласия в этом вопросе. Ну, вы видите, как, допустим, вы сразу говорите, как об искупителе, да? То есть, ну, в данном случае, мы сейчас говорим не об этом, хорошо? Мы просто таким образом мы складываем сразу наше такое, ну, мессианское, христианское понимание, да, и начинаем выстраивать картину, скажем, в мессианских пророчествах во всем ветхозаветном писании. Мы сейчас говорим об Исаии, хорошо? То есть, моя тема – это не мессианские пророчества. Хотя мы рассмотрим и мессианские пророчества книги Исаии. Мы к этому тоже подойдем. Но моя тема в данном случае – не мессианские пророчества. Значит, давайте рассмотрим отрока Господня, да? Значит, богослов такой, Дум, Б. Дум, фамилия его Дум. Он написал комментарии на книгу Исаии и выделил некоторые места. Значит, давайте запишем эти места. Это 42 глава, 1-й, 4-й стих. 42-я, 1-й, 4-й стих. 49-я глава, с 1-го по 6-й. 50-я глава, с 4-го по 9-й. 52-я глава, с 13-го по 53-ю и 12-й стих. И вот эти все места из Писания, он назвал их песнями отрока. Он им дал название «Песни отрока». Ну, давайте прочитаем. Вот отрока мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него и возвестит народам суд. Не возлепит и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит. Будет производить суд по истине. Не ослабеет и не изнеможет. Да коли на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова. Ну, богословом был. Написал комментарий к книге пророка Исаии. Слушайте меня, острова, и внимайте народы дальние. Господь призвал меня от чрева, от утробы матери моей называл имя мое, и соделал уста мои, как острый меч. Тенью руки своей покрывал меня, и соделал меня стрелой изостренную. В колчине своем хранил меня, и сказал мне, ты раб мой, Израиль, в тебе я прославлюсь. А я сказал, напрасно я трудился, ни на что и вообще истощал силу свою, но мое право у Господа, и награда моя у Бога моего. И ныне, говорит Господь, образовавший меня от чрева раба себе, чтоб обратить к нему Якова, и чтоб Израиль собрался к нему. Я почтен в очах Господа, и Бог мой, сила моя. И он сказал, мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Яковлевых, и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли. Господь Бог дал мне язык мудрых, чтоб я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро он пробуждает, пробуждает ухо мое, чтоб я слушал, подобно учащимся. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. Я предал хребет мой бьющим, и ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поруганий и оплевывания. И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде. Близок оправдывающий меня, кто хочет состязаться со мной, станем вместе. Кто хочет судиться со мной, пусть подойдет ко мне. Вот Господь Бог помогает мне, кто осудит меня. Вот все они, как одежда обветшают, моль съест их. Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится. Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен паче всякого человека лик его, и видя его паче всех паче сынов человеческих. Так многие народы приведет он в изумление. Цари закроют перед ним уста свои, ибо он увидит то, о чем не было говорено им, и узнает то, что не слыхали. Кто поверил слышному от нас, и кому открылась мышца Господня, ибо он зашел пред ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавшей болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что не ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он извязлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, он страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклане, и как агнец предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уст и суда он был взят, но рот его кто изъяснит, ибо он отторгнут от земли живых. За преступления народа моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву у милостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грех их на себе понесет. Посему я дам вам часть между великими, и с сильными будет делить добычу, за то, что предал душу свою на смерть. И к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем. В результате того, что этот богослов, Дум, выделил эти стихи и называл их песнями отрока, потом появилось много различных мини, связанных с этим. И знаете, некоторые богословы стали считать, что эти стихи, они как бы вставлены, добавлены, и их можно вообще вынуть из контекста, и не видеть их вообще в контексте, то есть что они не будут иметь какого-то значения или смысла, если их убрать, ничего не изменится и так далее. То есть в связи с этим, когда он выделил эти стихи, появилось потом еще больше разномнений по этому вопросу. И кто же такой этот отрок, и почему его считать отроком, и кто он на самом деле. Одни считали его тем, другие этим. То есть в итоге эта ситуация, она доходила до того, что очень сильно была запутана, и четкого определения вообще никто не мог дать до конца. Кого же на самом деле имел в виду Исайя? Одни считали, что об отроке здесь говорится как об Израиле. Другие говорили, что это сам пророк, ну то есть что Исайя как бы о себе говорит это. Так же существовало предположение, что здесь говорится о Кире. Значит, христиане традиционно считают, что это Христос. И основание для этого берут из деяний 8.35. 8.35. И в результате, как бы на самом деле, то есть если рассматривать это в контексте, то очень трудно определить вообще о ком на самом деле до конца говорит Исайя. Исайя. Поэтому делать такое полноценное заключение, если мы рассматриваем именно это в контексте Исайи, понимаете, да? То есть мы не говорим сейчас как о порочестве Мессии и так далее, да? То очень трудно как бы понять на самом деле, о ком говорит Исайя. Ну, мы знаем, да, что Мессия Иисус, Ишуа, использовал такой термин по отношению к себе как слуга. Помните это, да? И в результате этого ранняя церковь называла его слугой Господним. И часто книга пророка Исайи рассматривается именно таким образом, что для того, чтобы увидеть более полный и глубокий смысл, ну, то есть всех этих пророчеств, да, то мы можем их увидеть как исполнение этих всех пророчеств в Мессии и Ишуа. Понятно моя мысль? Значит, если мы рассматриваем Исайю и хотим более как бы четко понять, да, то есть все его выражения, то в действительности самым большим образом или полным образом, мы это можем представить только таким образом, если мы на все эти пророчества смотрим, как исполнение их и Ишуа. Тогда как бы для нас эта картина, она как-то вырисовывается более как-то понятнее, чем все остальное. Но если мы не рассматриваем это таким образом, то тогда становится вообще очень сложно и непонятно, о чем говорит Исайя и о ком он говорит. о себе, о Кире или о грядущем Мессии. Ну, как бы сам контекст не объясняет очень толково. Ну, нет четкой позиции этого, понимаете? А самое важное, это как бы все-таки нам достигнуть понимания того, чтобы понимать, что понимали слушатели. Ну, то есть, когда Исайя пророчествовал, да, его окружение, что они понимали? Как они воспринимали то пророчество, которое он говорил? Существует еще несколько таких вот, как бы, объяснений, что, ну, например, почему считают, что слугой все-таки был Израиль. 41 глава 8-9 стих. Ну, вы знаете, да, извините, сейчас помню читать. Например, 53 главу, как ее, ну, воспринимают, допустим, иудеи? Что это Израиль, да, что слуга – это Израиль, правильно? То есть, есть такое же понимание, да? Давайте, 41 глава 8-9. А ты, Израиль, раб мой, Яков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего, ты, которого я взял от концов земли и призвал от краев ее, и сказал тебе, ты мой раб, я избрал тебя и не отвергну тебя. То есть, вот это одно из, как бы, отправных мест, которое считается, что отсюда можно увидеть, и говорит, что именно о слуге говорится, как об Израиле. Теперь 42-1. Вот отрок мой, которого я держу за руку, и избранный мой, которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него, и возвестит народам суд. И здесь, как бы, видят мысль в том, что, в действительности, назначение слуги – исполнять волю Господина, да? То есть, что Израиль был избран исполнять волю Бога. То есть, возвестить народам суд. И в 6-м стихе... Я, Господь, призвал тебя в правду, и буду держать тебя за руку и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников. То есть, что сам Израиль должен стать в качестве, как слуги, светом для язычников. Но с другой стороны, давайте посмотрим на 19-й стих. Да. Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа? То есть, здесь говорится, смотрите, что... Израиль в данном случае выступает как кто? Как слепой, да? И глухой. Видите? То есть, вот этот... Если, ну, говорим об Израиле, да, что он является вот этим слугой и рабом, то в данном случае, в 19-й стихе, говорится, что он выступает как глухой и слепой. И давайте еще прочитаем 24-й стих. Кто предал Иакова на раздорение и Израиля грабителям? Не Господь ли, против которого мы грешили? Не хотели они ходить путями его и не слушали закона его? То есть, в результате того, что они были слепыми и глухими, да, есть суд Божий. То есть, в результате этого должно быть наказание. И вот 24-й стих об этом говорит, о наказании. Ну, кроме этого, некоторые толкователи, они видят разговор между двумя людьми. Ну, как бы двух людей. Израиля народа и праведного человека или остатка Израиля. Ну, как бы все считают в итоге, что в действительности толкование достаточно сложное. И поэтому некоторые полагают, что отрок Яхве, отрок Божий, да, о котором здесь Господень, отрок Господень говорится, что все-таки это Кир Персидский. И они таким образом утверждают, что весь этот раздел книги Исаии посвящен ему, именно Киру. Некоторые богословы. Ну, я сейчас говорю о разных мнениях, которые существуют по поводу этого. И основываются вот эти толкования, эти утверждения на таких местах из Писания, как 44-я глава, 28-й стих. Который говорит о Кире, «Пастырь мой, и он исполнит всю волю мою и скажет Иерусалиму, ты будешь построен, и храму ты будешь основан». То есть мы видим, что Бог называет Кира пастырем моим, да? Пастырь мой. И также 45-я глава, 1-й стих. Так говорит Господь помазаннику своему Киру, «Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму поясы с чресел царей, чтобы отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись». Значит, здесь Кир назван как? Помазанник. То есть он назван Мессией. Понимаете, да? А? Не знаю. Ну понятно, мы сейчас не рассматриваем этот вопрос. Подойдем к этому вопросу позже. Но сейчас мы рассматриваем другой вопрос. Мы рассматриваем разные мнения богословок. Вам просто нужно знать разные мнения. Знаете почему? Хотя бы для того, чтобы, если вы вдруг с этим столкнетесь, для вас это не было удивительным. Чтобы вы хотя бы знали, что существует такое мнение, такое мнение, такое мнение. Понятно, да? И это интересно, что Кир в данном случае, да, он назван Мессией. То есть, ну мы знаем, что здесь нету никаких сомнений в отношении того, что Кир действительно был призван для того, чтобы служить Богу. Потому что Бог его использовал для того, чтобы восстановить Иерусалим, да, отпустить народ, который вернулся бы в Израиль, да, и отстроить храм. То есть, да. То есть, да. То есть, да. Значит, понятно. Понятно. Если вы, я уже говорил, если вы просто берете один стих и на нем строите какую-то свою теорию, то ее можно разрушить очень просто и легко. Все должно рассматриваться в контексте. В контексте говорится о ком? В данном случае конкретно. О народе Израиля. Понимаете, да? Поэтому в данном случае мы рассматриваем это как именно, почему, допустим, считается, что все-таки слуга – это Израиль, да? Почему есть такое мнение? Почему оно существует? На чем оно основывается? Я сейчас вам не объясняю свое мнение или мнение там кого-то еще. Я объясняю вам существование каких-то толкований и мнений по поводу того, почему, допустим, считается Израиль. То есть вы будете говорить с иудеями, он будет вам говорить, что здесь говорится об Израиле. И в контексте он вам покажет, что говорится об Израиле. Понятно? Хорошо. Значит, мы продолжаем о Кире говорить. Значит, в принципе, то есть никто не имеет сомнений по поводу того, что Кир был призван к тому, чтобы действительно служить Богу, да? И, ну, во всяком случае, до 13 стиха точно говорится о нем, о Кире. Мы прочитали первый стих, 45-й, я говорю, да? Ну, и здесь до 13 стиха говорится также о нем, о Кире. Можете прочитать. 2-13? 45? Так говорит Господь по мазаннику своему Киру. Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму пояс из чресла царей, чтобы отворились для тебя двери, и врата не затворялись. Я пойду перед тобой, и горы уравняю, медные двери сокрушу, и запоры железные сломаю. Я дам тебе хранимые в отьме сокровища, и сокрытые богатства, дабы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени Бог Израиле. Ради Якова, раба моего, и Израиля, избранного моего, я называл тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал меня. Я Господь, и нет иного. Нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты и не знал меня. Дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет, кроме меня. Я Господь, и нет иного. Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я Господь, делаю все это. Крапите небеса свыше, и облака допроливают правду, дораскроется земля и приносит спасение, и допроизрастает вместе правда. Я Господь, творю это. Горе тому, кто припирается с Создателем Своим, черепок из черепков земных, скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь, и твое дело скажет ли о тебе, у него нет рук. Горе тому, кто говорит Отцу, зачем ты произвел меня на свет, о матери, зачем ты родила меня. Так говорит Господь, святый Израилев и Создатель его. Вы спрашиваете меня о будущем, сыновей моих, и хотите мне указывать в деле рук моих. Я создал землю и сотворил на ней человека. Я, мои руки распростерли небеса, и всему воинству их дал закон Я. Я воздвиг его в правде и уравняю все пути его. Он построит город мой и отпустит пленных моих, не за выкуп и не за дары, говорит Господь Саваоф. То есть видите, да, вот этот рывок, он конкретно говорит о Кире. Ну, ни о ком другом. В контексте это видно и понятно, что речь идет именно о Кире. Вы понимаете, чем я говорю, да? А то у меня такое впечатление, что вы так смотрите на меня, как будто вообще не понимая, о чем я говорю. Просто интересно то, что, конечно, мы в первую очередь обычно традиционно, ну, как мы там были научены, наставлены, да, мы знаем, что есть какие-то вот мессианские порочиства, да. Вот этот стих, это мессианское порочиство. И я больше всего уверен, что если вы даже читали эти мессианские порочиства, вы никогда их, наверное, не читали в контексте. Просто читали стих, который вот указан, как мессианское пророчество. И вы даже не обращали внимания ни два стиха сверху, ни два стиха снизу, к примеру. Вот это есть мессианское пророчество, и все, и вы его как бы раз людям сразу показываете, допустим. Ну, говорится здесь же так. Ну, говорится, конечно. Вы понимаете, чем я говорю, да? То есть наша задача сейчас рассматривать его, ну, Исайю именно в свете того, как о нем высказываются, что о нем говорят. То есть какие есть мнения, какие есть впечатления, разные. То есть это не факт тому, что я как бы говорю, что я собрался здесь разрушить вашу веру или понимание. Я это говорю для того, чтобы вы знали, что существуют и другие мнения тоже. Ясно? Значит, в результате как бы все равно возвращаются к вопросу тому, что если внимательно рассмотреть 44, 1, 2 и 21 стих, то мы увидим, что Израиль все еще остается слугой. Да. А ныне слушай, Иаков, раб мой, и Израиль, которого я избрал. Так говорит Господь, создавший тебя и образовавший тебя, помогающий тебе от утробы матерней. Не бойся, раб мой, Иаков, и возлюбленный Израиль, которого я избрал. И 21 стих. Помни это, Иаков и Израиль, ибо ты раб мой, я образовал тебя. Раб мой ты, Израиль, не забывай меня. То есть здесь мы видим конкретно высказывание о том, что слугой Господним остается кто? Израиль. Понимаете, да? Поэтому и существует мнение по поводу того, что когда говорится здесь о слуге Господнем, то это подразумевается Израиль. И в то же самое время, например, 45, 4, 45 глава 4 стих. «Ради Иакова, раба моего и Израиля, избранного моего, я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал меня». Здесь мы видим, что снова возвращается, ну, возвращается к какой мысли? Потому что все-таки Кир является слугой, да? Потому что он это делает ради кого? Ради Израиля здесь написано, 4 стих. «Ради Иакова, раба моего, и Израиля, избранного моего. Я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал меня». Ну, видите, да? И вот, как бы здесь возникают вот эти спорные вопросы. То есть говорится здесь о слуге Господнем, как о Кире, или все-таки говорится о слуге Господнем, как об Израиле? Ну, или говорится о слуге Господнем, как о Мессии и Иешуа? Понятно, да? О всех троих. Тоже хорошая мысль. Давайте запишем. Саша, у меня нет. Нормально. Вы имеете право на мнение. Каждый имеет право высказать свое мнение, иметь свое мнение. Это абсолютно нормально. Ну, в итоге, о чем идет речь? В итоге речь идет о том, что одни считают, что это тот, другие считают, что это другой. Понимаете? Третий доказывает, что это третий. Вот. И каждый имеет право вообще занять какую-то позицию и сказать, а я вот считаю, что это только та. Вот вы, допустим, предлагаете, что это все три. Вот. Ну вот только что Лия, да, она высказалась по поводу того, ну, Акир же не страдал, тем более добровольно. Спасибо. Спасибо. Ну понятно, понятно. То есть вы рассматриваете просто 53-ю главу как мессианское пророчество конкретно, ясно. Ну, вы поняли, да? Мысль. Хорошо. 48.1. Слушайте это, дом Иакова, называющийся именем Израиля и происшедший от источника Иудина, клянущийся именем Господа и исповедующий Бога Израилева, хотя и не по истине, и не по правде. Кому здесь идет обращение? К дому Иакову. Видите, да? А теперь давайте откроем 49.1.6. И он сказал, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебе светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли. И посмотрите, пожалуйста, вот в этом отрывке вообще о чем идет речь? Здесь как бы речь идет, во-первых, о ком? Об Иакове. Обращение идет к Иакову, да? То есть идет разговор Иакове. А вот в 6 стихе. И он сказал, мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли. И в 3 стихе. И сказал мне, ты раб мой Израиль, в тебе я прославлюсь. То есть вы видите разделение, да? Что есть как бы как будто две личности выступают уже. Иаков, потом Израиль. Видите, он не объединяет их, он делает как бы две личности, да? Ты раб мой Израиль, в тебе я прославлюсь. Видите? И в 5 стихе. И ныне говорит Господь, образовавший меня от чрева в раба себе, чтоб обратить к нему Иакова, и чтоб Израиль собрался к нему. Я почтен в очах Господа, и Бог мой, сила моя. То есть здесь мы видим, что теперь идет речь о том, чтобы обратить к нему Иакова, и чтобы Израиль собрался к нему. Я почтен в очах Господа, и Бог мой, сила моя. То есть видите? Нет, здесь две, как бы два выступают. В данном стихе тоже как бы два. Ну здесь говорится об Израиле и об Иакове, вот здесь в данном случае уже как об народе, да, допустим, говорится. И я почтен в очах Господа, и Бог мой, сила моя. То есть выступает вторая какая-то личность. Ну я имею в виду не… Как бы второй человек участвующий в очах. Видите? Или непонятно? Ну смотрите внимательно. Ну можно рассматривать здесь в данном, в данном этом, можно рассматривать как Израиль и Иаков, как одно лицо, для того, чтобы понять. И ныне говорит Господь, образовавший меня от чрева. То есть, хорошо, допустим, даже что это Исаия говорит, так, да, о себе. Пусть будет даже так. Но просто чтобы увидеть, что здесь идет о слуге, как бы как о двух людях разговор. Ну вообще в этом отрывке Писания. И ныне говорит Господь, образовавший меня от чрева, в раба себе, видите, то есть слуга, да, чтобы обратить к нему Иакова и чтобы Израиль собрался к нему. Только что здесь говорилось об Иакове и об Израиле, как отдельном слуге. Ну, улавливаете мою мысль, да? А теперь говорится о том, что есть другой слуга. Теперь есть другой слуга, который был образован Богом, да, для чего? Чтобы обратить к нему Иакова и чтобы Израиль собрался к нему. Видите, да? Ну, мысль вот эта вот. То есть здесь мы видим, что здесь появляется как бы два слуга. Конечно, во-первых, мы можем предположить, что Исаия в первую очередь говорит здесь о себе. Ну, и это как бы логично и реально звучит, что Исаия мог бы говорить здесь как о себе. Но с другой стороны, можно предполагать, что Исаия не только говорит о себе в данном случае. А что он говорит именно о слуге Господнем. Понимаете, да? Да, можно и так сделать, акцент на это. И вот шестой стих, как бы он подчеркивает этот вопрос. И он сказал, мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли. Теперь смотрите, если раньше мы могли делать вывод, что, например, Израиль является, да, вот этим слугой, который будет светом для народа на основании, да, то здесь говорится о другом слуге, да, который послужит для того, чтобы восстановить колено Иаковева, да, послужит для того, чтобы вернуть остаток Израиля. И можно было бы уже подумать о Кире, да, правильно, потому что его же роль была в этом. Но с другой стороны, как бы, здесь сказано, ну, я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли. То Кир уже к этому отношения не имеет никакого. То есть, и мы четко можем понять, что уже в данном случае, значит, точно шестой стих нам показывает, что все-таки о слуге Господнем здесь говорится не об Исаии, не об Израиле, не о Кире, но говорится о ком-то уже другом. Видите, да? Потому что этот слуга Господень должен послужить для восстановления колен Иаковлевых, для возвращения остатка Израиля. И также он станет светом для народов, чтобы спасение Божие простерлось до концов земли. Видите, да? Пятидесятая глава, пятая сила стих. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. Я предал хребет мой бьющим и латины мои поражающим. Лица моего не закрывал от поруганий и оплевания. И Господь Бог помогает мне. Поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде. Значит, смотрите, о чем говорит этот отрывок? То есть здесь уже в этом отрывке мы видим, что о слуге говорится, что он должен пройти через какие-то определенные страдания. Видите, да? Страдания, преследования, да? Посмотрите. То есть здесь уже конкретно говорится о том, что слуга Господень должен пройти через какие-то страдания. Дальше. Дальше. Прочитаем 51-ю главу. Только подождите. Посмотрите на эту главу, либо как на проповедь пророка, или даже можно посмотреть на нее как на то, что разговор Бога с народом. Да, 51-я глава. Послушайте меня, стремящиеся к тебе, ищущие Господа. Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, и в глубину рва, из которого вы извлечены. Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас. Ибо я призвал его одного, и благословил его, и размножил его. Так Господь утешит все он, утешит все развалины его, и сделает пустыни его, как рай, и степь его, как сад Господа. Радость и веселье будет в нем, словословие и песнопение. Послушайте меня, народ мой, и племя мое, преклоните ухо ко мне. Ибо от меня пройдет закон, и суд мой поставлю во свет для народов. Правда моя близка. Спасение мое восходит, и мышца моя будет судить народы. Острова будут уповать на меня, надеяться на мышцу мою. Поднимите глаза ваши к небесам, и посмотрите на землю вниз. Ибо небеса исчезнут, как дым, и земля обдвечает, как одежда. И жители ее также вымрут. А мое спасение пребудет вечным, и правда моя не перестанет. Послушайте меня, знающие правду, народ, у которого в сердце закон мой. Не бойтесь поношения от людей, и злословия их не страшитесь. Ибо как одежду съест их моль, и как волну съест их червь. А правда моя пребудет вовек, и спасение мое в роды родов. Восстань, восстань, облеки крепостью мышца Господня. Восстань, как дни древние, в роды давние. Не ты ли сразила Ава, поразила крокодила. Не ты ли иссушила море воды великой бездны, превратила глубины моря в дорогу, чтобы прошли искупленные. И возвратятся избавленные Господом, и придут на сион с пением, и радость вечная над головой их. Они найдут радость, веселье, печаль и вздохи удалятся. Я, я сам, утешитель ваш. Кто ты, что боишься человека, который умирает, и сына человеческого, который тоже, что трава? И забываешь Господа, Творца своего, распростершего небеса и основавшего землю. И непрестанно, всякий день, страшишься ярости притеснителя, как бы он готов был истребить. Но где ярость притеснителя? Скоро освобожден будет пленный, и не умрет в яме, и не будет нуждаться в хлебе. Я Господь, Бог твой, возмущающий море, так что волны его ревут. Господь Савуов, имя его. И я вложу слова мои в уста твои, и тенью луки моей покрою тебя, чтоб устроить небеса и утвердить землю, и сказать сиону, ты мой народ. Воспряни, воспряни, восстань, Иерусалим, ты, который из руки Господа выпил чашу ярости его, выпил до дна чашу опьянения, осушил. Некому было везти его из всех сыновей, рожденных им, и некому было поддержать его за руку из всех сыновей, которых он возрастил. Тебя постигли два бедствия, кто пожалеет о тебе? Опустошение и истребление, голод и меч, кем я утешу тебя? Сыновья твои изнемогли, лежат по углам всех улиц, как серно в тенетах, исполненные гнева Господа, прещения Бога твоего. Итак, выслушай это, страдалец и опьяневший, но не от вина. Так говорит Господь твой, Господь и Бог твой, отмщающий за свой народ. Вот, я беру из руки твоей чашу опьянения, дрожди из чаши ярости моей. Ты не будешь уже пить их. И подам ее в руки мучителям твоим, которые говорили тебе, поди ниц, чтобы нам пройти по тебе. И ты, хребет твой, делал как бы землею и улицу для проходящих. Все, сделаем перерыв.